Продолжение следует... Очень рада приветствовать от лица издательства «Просвещение». Ну, в первую очередь, учеников очень хотелось бы видеть на нашем занятии. Ну, конечно, учителей. Я уже вижу, что команда большая собралась, и география у нас очень широкая. Спасибо, что вы с нами. И всем, кто считает, что вопрос, который мы сегодня поднимаем на занятии, очень важный. Сегодня работать буду с вами я, Ирина Петровна Чередниченко, методист-эксперт-центра методической поддержки, педагог по издательству «Просвещение», ну, и эксперт ЕГЭ с махровым стажем, скажем так. И начнем с вами, уважаемые коллеги, с того, что у нас очень немного времени, мы работаем всего лишь 30 минут, поэтому, если будут возникать какие-то вопросы, вы их обязательно пишите мне в чате. Я чат вижу и отвечу на все вопросы по завершению работы. Но по ходу, если будет получаться, конечно, это будет важно по ходу отреагировать. Ну, стартуем. И хотелось бы начать с того, что вот каждый ученик, каждый, кто выбрал экзамен, и, естественно, учить, учителя такого ученика, очень надеяться на то, что все задания экзамена будут выполнены, полностью выполнены правильно, ну и, конечно же, на 100 баллов. Сами понимаем, мы с вами и ребята понимают это прекрасно, что факторов, влияющих на результат, очень много. И мы хотели бы выделить сегодня вот три основных, на которых заострим наше внимание. Первый фактор – это объем и глубина полученных знаний, умение их применить. Это первое и важное. Ну что ж, у кого есть желание, у кого есть старание, у кого есть хороший учебник, учебное пособие, да еще замечательный учитель в помощь, то я полагаю, что вот эта часть, этот задел для успешного выполнения будет одной из основ. Следующий очень важный фактор – хорошо выучили материал, во всем разобрались, все понимаем, все знаем, много заданий разных выполняли, и вдруг, значит, при выполнении определенного вида задания возникает ошибка. Ошибка, которая удивляет и вас, дорогие ученики, и учителей тем более. А все почему? Очень часто причиной ошибки является недоучет правила выполнения определенного вида задания, непонимание того, как оно должно быть выполнено, и нарушение последовательности выполнения заданий в алгоритмах. Ну и, наконец, казалось бы, и задания выполняли разного вида достаточно много, и, в общем-то, знаний достаточно, опять-таки, много, все понимаем, во всем разбираемся. Ну вот, выполняем задания, особенно второй части работы. Как кажется ученику, что задание выполнено полностью, и так много написано, и четыре листа, и даже попросил еще дополнительный лист для написания работы. А эксперт снижает балл. И еще бывает и не один. Досада, непонимание, обида, разочарование. Вот почему это возникает? Потому что для того, чтобы подобраться, подойти к выполнению задания, нужно еще учитывать требования к оцениванию определенного вида заданий, те требования, с которыми выходит на проверку задание эксперт. Итак, пойдем последовательно. Ну, во-первых, как нам первый фактор обеспечить? Это, как я уже сказала, было бы желание, было бы внимание и очень хороший учебник. Мы сегодня, издательство «Просвещение» предлагает две в основном линии учебников для основной школы, а основную школу мы обязательно должны с вами повторять. Во-первых, учить все в течение всего, всех лет обучения с пятого по одиннадцатый класс. Но и в десятом, в одиннадцатом классе обязательно повторить биологию курса основной школы. Вот учебники для основной школы, в данном случае вы видите новый учебно-методический комплект, все должны быть в арсенале ученика. И мы выбираем и обращаем внимание прежде всего на учебники, которые научно, доступно и наглядно излагают содержание учебного материала и помогают все виды результатов, особенно предметных, нам реализовать в процессе изучения предмета. Ну и, конечно, очень важно, чтобы учебник учитывал требования государственной итоговой аттестации и таким образом позволял и успешно изучать предмет, и одновременно готовиться к экзамену. Безусловно, кроме учебников, обязательно понадобятся разные дидактические материалы. Это прежде всего должны быть рабочие тетради, где очень много заданий, которые помогают освоить содержание предмета. Ну и, конечно же, какие-то пособия, где собраны, соответственно, задания в большом количестве, включая задания ФИПИ. Но учебников основной школы, безусловно, мало, поэтому нам нужно еще опираться на учебники для старшей школы 10-11 класса. И здесь издательство просвещения вам предлагает и базовые учебники по общей биологии Владислава Ивановича Севоглазова, и учебники для углубленного изучения. Базовые учебники, опять-таки, научно доступно и очень наглядно позволят разобраться в очень сложных вопросах. В базовых учебниках очень много заданий, которые вы, выполняя, потренируетесь как раз, применять различные знания, полученные в ходе изучения предмета, что очень важно. Но учебники для углубленного изучения, они нам необходимы для того, чтобы мы углубились в детали, расширили свои представления, еще в большей степени вышли на понимание особенностей строения, жизнедеятельности, процессов жизнедеятельности в живой природе, живых организм в живой природе. Поэтому очень внимательно работаем и с учебниками для углубленного изучения. Итак, очень добросовестно учились, очень хорошо знаем материал. Самое главное — постоянно повторять. Это очень важное правило. А повторять поможет выполнение разного вида заданий. И вот теперь обратимся с вами к тому, какие задания в Едином государственном экзамене по биологии встречаются. Я имею в виду виды заданий. А мы подходим к тому, что еще одним фактором является соблюдение правил выполнения разного вида заданий. Итак, в первой части работы посмотрите, сколько разнообразных видов заданий нам могут встретиться. Причем, посмотрите, в каком большом количестве, с множественным выбором, с рисунком, шесть разных заданий. На установление соответствия с рисунком без него шесть заданий. Ну и здесь, соответственно, показано в порядке убывание количества заданий в первой части работы разного вида. И, безусловно, эти все задания требуют особого прочтения, особого внимания при их выполнении. Во второй части работы у нас тоже много разных заданий. Посмотрите, пожалуйста, каждого вида задания по одному, но этого достаточно. Каждый вид заданий очень сложный в своих условиях, в своих алгоритмах выполнения. И мы сегодня с вами посмотрим, какие мы должны учитывать, какие подходы осуществлять при выполнении этих различных заданий. Наши советы будут о том, как выполнять задания разного вида, для того, чтобы не допустить в них ошибки. Итак, первое правило, которое мы будем использовать с вами, дорогие ребята, уважаемые коллеги, и своим ученикам об этом напомните, первое правило следующее. Если задание не опознается, то есть не соотносится с определенной какой-то темой, значит, есть проблема в теоретическом, фактических знаниях, и надо обязательно обратиться к учебнику. Вспомнить, прежде всего, соотнести с определенным разделом содержательным, еще раз проработать соответствующий раздел, и после этого приступать к выполнению заданий. Выполнение заданий, вот в частности первого задания, на дополнение недостающей информации в схеме, оно всего лишь одно у нас в работе единого государственного экзамена, но достаточно сложное. Значит, при выполнении его обязательно надо соблюдать следующий алгоритм. Сначала читаем задание полностью. Что это значит? Читаем условия, и, соответственно, очень внимательно читаем схему. Далее вспоминаем содержание понятий, которые связаны в схеме между собой. Анализируем схему, устанавливаем характер взаимосвязи между понятиями. И вот только тогда, когда мы определение понятий вспомнили, связали их между собой, установили между ними взаимосвязь, которая отражает данная схема, после этого мы должны обнаружить недостающие понятия, и внимание, в этом задании очень важно, что мы должны записать это задание в бланк ответа, без, то есть это понятие, точнее, понятие термин, бланк ответа, без орфографических ошибок. Задание коварно тем, что если мы допускаем здесь какую-то ошибку в термине, соответственно, в этом случае компьютер может не засчитать выполнение данного задания. Мы показали, что учебники, безусловно, являются помощью при выполнении таких заданий, но, конечно же, сложность их еще в том, что они непредсказуемы по своему содержанию. Но данный алгоритм, связанный с особенностями его построения этого задания, он носит универсальный характер. Следующее задание, и снова мы будем говорить об универсальном подходе выполнения заданий вот такого вида. Задания с множественным выбором, с рисунком, соответственно, но без рисунков множественный выбор мы брать не стали. Мы ориентировались прежде всего на результаты выполнения экзамена ребятами, на процент выполнения заданий разного вида, и сегодня задания, прежде всего, те, процент выполнения которых очень низок. И не обязательно в связи с тем, что не знаем биологию, но в большей части, потому что не умеем выполнить это задание. Итак, задание сложное. Чем оно сложное? Тем, что нам предлагают мало соотнести, соответственно, рисунок с текстом и выбрать, дать множественный ответ, но еще здесь ответ дается путем исключения, соответственно, верных ответов, да, и в ответе должны быть ответы, которые, и признаки, которые не соответствуют, скажем, объекту, изображенному на рисунке. Вот такое вот сложное, замысловатое такое условие, которое очень часто ребята называют, как бы, ну, просто подножкой. Но вот такая подножка в этом задании есть. Итак, последовательность выполнения. Конечно, сначала читаем задание полностью, рассматриваем рисунок, читаем, соответственно, ответы к заданию. Дальше. Внимательно рассматриваем рисунок, и если мы затрудняемся опознать объект, изображенный на рисунке, ну, тогда ныряем в учебник, ищем из какой темы, из какого раздела, внимательно читаем, внимательно читаем сам рисунок, читаем текст, и когда мы опознали объект, вспоминаем, какие признаки характерны для данного объекта. Желательно вспомнить все признаки. И вот тогда, значит, мы сразу увидим в перечне ответов с первого по пятый те признаки, которые к данному объекту не относятся. Вот как только мы эти признаки обнаружили, нашли, соответственно, мы их можем записать в ответ и, ну, обязательно себя проверить. Вот такой алгоритм. Следующее задание. Задание с множеством выбором по рисунку. И опять задание сложное. И сложное чем? Значит, мы должны опять опознать, соответственно, объекты, особенности их строения, соответственно, а они могут быть разные. Вот в данном случае мы из курса зоологии смотрим с вами пример. Есть еще, соответственно, такие задания из курса человека и его здоровья. Ну, в общем, задание по любому разделу, по любой теме здесь может быть. И отсюда, соответственно, алгоритм. Итак, читаем задание полностью. Далее внимательно рассматриваем рисунок и выделяем особенности строения. Ну, как правило, это органы. Допустим, вот мы встречали уже здесь рисунки строения наружного, внутреннего и среднего уха и так далее. В данном случае головной мозг. Мы должны по элементам его строения опознать, к какой группе живых организмов относится мозг, то есть какие живые организмы, какой группы имеют мозг такого, соответственно, строения. То есть определяем таксон, к которому относится организм, имеющий орган с этим строением. Дальше вспоминаем характеристику животных данного таксона. Чем подробнее, тем лучше, начиная с существенных признаков характеристики. Ну, а далее выбираем из ответов три подходящих признака, которые относятся к этой характеристике, соответственно, и получаем ответ. Обязательно после записи ответа ответ проверяем. Следующее задание, которое сложно для выполнения, это задание на установление соответствия с рисунком или без него. Мы взяли задание без рисунка. Все-таки рисуночное, оно немножко попроще, но есть один нюанс. Когда в таких заданиях встречается рисунок, ну, например, нам дают зародыш, трехслойный, например, зародыш, с помощью которого, в общем-то, проверяется знание, да, порядка закладывания органов, соответственно, при эмбриональном развитии, вот, ну, это как один из рисунков, которые встречаются, да, и остальные, они имеют указания или указатели к определенным частям, соответственно, строения объекта, который изображен на рисунке. И вот здесь очень важно, когда такое задание с рисунком выполняется, мы прям берем с вами карандаш или ручку, дорогие ребята, и тянем этот указатель, значит, с его верхнего конца к тому концу, который заканчивается на объекте, и ставим точечку. Очень внимательно смотрим, где заканчивается указатель. Рисунки черно-белые, очень часто нечеткие, и нам очень важно понять, куда опускается указатель, для того, чтобы не ошибиться, соответственно, в опознавании той части объекта, которая очень важна, нужна нам будет для выполнения задания. А мы остановимся на данном задании, где особенность которого и с особенностями рисуночного тоже совпадает. В таких заданиях очень часто встречаются при перечислении функций, элементов строения, специфические термины биологические, знать содержание понятий биологических, обозначенных эти термины, крайне важно для выполнения этого задания. И при выполнении этого задания мы опять идем по следующему алгоритму. Первое. Читаем задание полностью. И условия, и ответы. Далее. Вспоминаем в данном случае функции органов и содержание понятий, которые используются при описании функций. Я выделила в данном случае эти понятия. Вот так же, ребята, я рекомендую делать и вам. Когда вы читаете такое задание, обязательно выделяйте подчеркиванием такие ключевые понятия. Минеральное питание, транспирация, микориза. А теперь, если вы забыли содержание этих понятий, ныряйте в учебник. Благо, здесь подсказка. Мы понимаем, из какого раздела биологии это задание. Значит, мы должны ботанику повторить, соответствующие темы. И тогда, когда у нас определение понятий этих всплыло в памяти, вот тогда мы продолжаем алгоритм выполнения заданий. Последовательно выполняем сопоставление. Ребята грешат обычно тем, что в заданиях на сопоставление пытаются хаотично соотносить. То есть выбирают, предположим, признак А из левой части и, соответственно, объект из второй части. Тут же перебрасываются на Д и опять в правую сторону обращаются. И так далее. И таким образом, вот это перемешивание последовательностей тех признаков, которые даются в левой части, вот эта хаотичность сопоставления, она очень часто приводит к сбою. Вот ошибки чисто механической, когда можно просто неправильно сопоставить признаки, признаки объект. Поэтому обязательно последовательно. А. Осуществление минерального питания характерно для корня. Б. Поглощение воды – это часть процесса минерального питания, осуществляет корень. Синтез органических веществ из неорганических происходит, соответственно, в процессе фотосинтеза. Этот процесс протекает в хлоропластах и в основном они содержатся в листьях растений. Транспирация – процесс испарения воды из листьев, соответственно. Само определение понятия дает подсказку ответа. Образование микоризы, а микоризы – это симбиоз корня, соответственно, и азотофиксирующих бактерий. И опять определение этого понятия подсказывает нам, соответственно, ответ. И поглощение углекислого газа и кислорода, соответственно, это процесс, который… процессы фотосинтеза, поэтому мы здесь соотносим этот ответ с листом. Вот только в этом случае, только в таком случае, в такой последствии выполнив задание, можно записать ответ, но обязательно проверить. Следующее задание из первой части – это задание на установление последовательности. Мы всегда знали, дорогие ребята, мы эксперты, я имею в виду учителя, что эти задания очень сложные. И сейчас только дали послабление ученикам в плане оценивания такого задания. Раньше очень строго оценивалось это задание и строго наказывалась малейшая ошибка нарушения последовательности. Сегодня более лояльно, конечно, оценивается это задание, но менее сложным оно от этого не становится. У нас задание на последовательность касается последовательности систематических таксонов. Таксонов растений и животных, и здесь очень важно хорошо знать классификацию животных и растений. Соответственно, и учебники у нас очень многие содержат такую информацию, и серия «Я сдам ЕГЭ». Вот такую интересную схему включает в себя одно из пособий серии «Я сдам ЕГЭ», который может быть, в общем-то, даже тренажером при выполнении заданий. Как выполняем это задание? Первое – читаем задание полностью. Дальше вспоминаем классификацию животных растений, иерархию таксонов. Помним, что у типов есть подтипы, соответственно, есть задание, где этот таксон учитывается, соответственно, есть задание, где подтипы, это касается классификации животных, не применяется. Будьте внимательны, пожалуйста, к этому аспекту. Дальше восстанавливаем последовательность таксонов от указанного в условии. И вот в этом еще одна такая особенность этих заданий и сложность, потому что, я подчеркнула здесь красным, всегда указано, начиная с какого таксона нужно выстраивать последовательность. Иногда с самого крупного в этом задании, с самого мелкого. И, конечно же, нужно понимать, что самой мелкой систематической единицей является, соответственно, вид, а у вида есть опознавательный признак. Виды у нас, так исторически сложилось в биологической науке, обозначаются двумя словами. Значит, как правило, или, как мы говорим, имеют двойное или бинарное название. Значит, в этом названии одно слово, оно обозначает род, другое слово является видовой характеристикой представителя рода. В данном случае это орел степной. Вот с этого, с этой позиции, с этой таксономической единицей мы здесь должны выстроить, соответственно, последовательность. Как мы видим, здесь есть подтип позвоночный, да. Ну и дальше, если мы вспомним особенности классификации животных, задание выполняется легко. Вот такие правила, которые мы должны обязательно учесть. Следующее задание, которое тоже из первой части и тоже очень сложное, это на выстраивание, установление последовательности биологических процессов или явлений. Очень сложно это задание тем, что мы знаем с вами прекрасно, и ребята, и учителя, что процессы, их специфика такова биологических, что очень многие какие-то события внутри процесса происходят одновременно, поэтому очень важно или очень последовательно друг за другом, и очень важно вот здесь не спутать последовательность явлений, которые происходят. Для того, чтобы не запутаться в этом деле, я предлагаю вам следующий алгоритм выполнения заданий. Во-первых, мы должны прочитать задание полностью. Это первое. Дальше выделить, соответственно, процесс, о котором задается вопрос или явление. Вспомнить его определение, то есть содержание этого понятия вспомнить. В данном случае энергетический обмен. Следующий шаг мы обязательно должны вспомнить. Раз процесс, значит, это поэтапное явление, значит, сколько этапов у этого процесса, как они называются, и потом, соответственно, вспоминаем последовательность событий на каждом этапе этого процесса. И вот тогда, когда мы это вспомнили, тогда начинаем работать, соответственно, с позициями ответов. Ну, во-первых, и я здесь разным цветом выделила, и очень советую ребятам это делать тоже, ручкой сначала выделяем или разными знаками, например, кружочком или цветом одним выделяем первый этап, то есть явление, которое в первом этапе протекает, вот в частности, под номером 1 и 2 описаны события первого этапа энергетического обмена. Это подготовительный этап. Вот мы их выделили. Дальше. Выделяем события второго этапа, если они есть здесь. В данном случае расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты и синтез двух молекул АТФ это события протекающие на втором этапе энергетического обмена, бескислородном этапе. И, наконец, с позиции 4 и 5 в данном случае описывают события кислородного этапа, заключительного этапа энергетического обмена. И вот когда мы поэтапно эти все события разделили, вот теперь мы смотрим, а внутри каждого этапа вот эти события в какой последовательности протекают. Вот расщепление биополимеров до мономеров или лизосома сливается, что в начале, что потом. Безусловно, сначала формируется лизосома с частичкой пищи, где содержатся все питательные вещества, и далее в ней начинаются процессы ферментативного расщепления биополимеров до мономеров. Итак, первая, значит, у нас в последствии цифра 2, далее цифра 1, дальше мы переходим к цифре 3, потому что она описывает события, происходящие. Значит, на втором этапе. И далее нам остается разобраться, значит, в какой последовательности события происходят на завершающем этапе энергетического обмена. А это 4 и 5. Таким образом, последовательность у нас готова. Мы ее установили, теперь мы ее запишем в виде цифр и обязательно проверим, пользуясь той логикой, о которой я говорю. Ну, понятно, что если мы при выполнении, при прочтении этого задания для начала, на первом пункте алгоритма выполнения задания что-то забыли, содержание ключевого понятия или этапы, их сущность и так далее, мы ныряем в учебник и еще раз досконально изучаем эту тему. Задание на дополнение недостающей информации в таблице. Читаем задание полностью, анализируем таблицу. Вот это задание сложно тем, что здесь очень много понятий всегда дается, значит, в списке терминов, надо знать их определение, и поэтому, если определение какого-то понятия забыли, опять ныряем в учебник. А дальше анализируем таблицу, каждую строку по столбцам. Объект неизвестен, расположение в клетке в цитоплазме выполняет биологическое окисление. Вот ищем этот объект в этом перечне. Дальше, следующая строчка. Объект известен, расположение в клетке неизвестно. Хранение и передача на связь информации это функция данного объекта. Ищем объект, который имеет, соответственно, такое название, точнее, ищем расположение в клетке объекта с таким названием, с такой функцией и так далее. Вот такое задание. И опять записываем ответ цифрами и, соответственно, обязательно проверяем. Следующее задание. Задание из первой части работы. Задание, связанное с анализом информации, представлено в графической или табличной форме. Задание, которое, по сути, еще в ОГЭ мы тренируемся выполнять, но оно коварное. Оно коварно тем, что, как правило, здесь среди ответов есть те, которые не имеют отношения к таблице, но наряду с другими ответами как бы очень рядом, очень близко лежат, по смыслу, и как бы... Но если мы остановимся на них, они могут увести даже в размышление очень далеко в сторону. Поэтому основным приемом выполнения такого задания является следующее. Но, во-первых, чтение задания полностью. Затем анализ таблицы и графика. И мы пытаемся понять, например, почему в этой базе данных вот такие данные присутствуют, что означает одно яйцо в кладке, соответственно, да, и стопроцентное выживание птенцов. В какой ситуации такое может произойти? Всего лишь одно яйцо и выжило. Вот почему так может быть? Вот это вопрос, соответственно, да. А теперь мы начинаем искать среди ответов, что прежде всего, вот это основная фишка этого задания и его выполнения, мы начинаем убирать все те позиции, которые не связаны никак с информацией в таблице. Вот я зачеркнула здесь эти позиции. Гибель птенцов объясняется случайными факторами. Ну, разве таблица нам показывает об этом хоть что-то? Значит, чем меньше птенцов в гнезде, тем чаще родители кормят каждого птенца. Да разве мы можем по таблице об этом узнать? Конечно, нет. Количество птиц в кладке зависит от погодных условий. И опять это никак не связано с таблицей. И, наконец, а вот такая позиция, как, скажем, чем меньше вкладки, тем более эффективна забота о потомстве. Вот это как раз следует из нашего размышления над таким данным, как одно яйцо и стопроцентное выживание. Вот это возможно только в том случае, если это яйцо очень охранялось родителями, если птенец, вылупившийся из яйца, соответственно, кормился, сберегался очень хорошо, то есть очень заботились хорошо родители об этом единственном своем потомке. Вот эта позиция, она следует из таблицы. Мы ее сохраняем, мы ее берем. И вот тогда, когда мы исключили, посмотрите, это задание выполнить, прям исключение, прежде всего исключение, позиции, которые с таблицей не связаны. И только потом выбираем две верные позиции ответа путем размышлений, пытаясь понять, какую явную и скрытую информацию содержит данная таблица или график. Ну, конечно, после выполнения задания обязательно проверяем. Вторая часть работы характеризуется тем, что каждый вид задания, он очень сложный. И мы уже когда говорили о работе с заданиями с текстом, с рисунками и так далее, каким образом выполнять эти задания, я сегодня остановлюсь в отношении заданий второй части Единого государственного экзамена на том, какие критерии оценивания применяются при этих заданиях. Это то, как правило, это то, что ученики, как правило, выпускают из виду. То есть навык работы, например, по анализу текста есть, предположим. Умеем читать, умеем анализировать предложения, умеем исправить предложения, да, но какие-то нюансы упускаем при исправлении предложений, но эти нюансы очень зорко видят все эксперты. И, соответственно, эти нюансы оценивают. Итак, какие нюансы при выполнении заданий второй части оценивают эксперты Единого государственного экзамена? Итак, задание первое, которое на применение биологических знаний в практических ситуациях, соответственно, я привела здесь два разных задания. Вот, и элементы ответа к ним, но обращаю внимание на то, что в эталоне ответа может быть 2 и 4 элемента ответа, причем максимальный балл выставляется при наличии всех элементов, которые указываются в эталоне. То есть, если, предположим, при ответе на вопрос, почему ферменты слюны активны в ротовой полости, но теряют свою активность в желудке, ученик ответит, что, значит, соответственно, в ротовой полости и в желудке разные условия для работы ферментов, это будет недостаточно для получения даже, по сути дела, одного балла. А мы обязательно должны, соответственно, две позиции ответа представить, прописать, при каких условиях работают ферменты слюны, при каких условиях работают ферменты желудочного сока и таким образом продемонстрировать свои знания в физиологии пищеварительной системы. И второе задание аналогично. Если игнорируется наличие в условии заданий такой установки «Объясните», то в этом случае при отсутствии объяснений и пояснений, соответственно, а это целый элемент ответа или, может быть, два элемента ответа, в этом случае, естественно, максимальный балл здесь не ставится. Итак, обязательно приводим пояснение и обращаем внимание, что пояснения всегда бывают контекстные. Вот посмотрите здесь задание с ручьевой форелью, ручьевой, прошу прощения. Значит, объясните причину гибели форели, используя знания о норме реакции признака. Не просто объяснить причину гибели, когда мы можем порассуждать обо многих причинах этого явления, а именно с позиции понятия нормы реакции признака. И опять я обращаю внимание, что первым шагом является внимательное прочтение задания и обязательно выделение в этом условии всех вопросов, которые задаются в этом задании, потому что на каждый вопрос надо дать ответ, и обязательно ключевые понятия, которые фигурируют в задании. Забыли понятие фермент, соответственно, да, понятие нормы реакции, они должны быть выделены прямо путем подчеркивания. И если определение понятий забыли, значит, обязательно сначала вспомнить, заглянув в учебник. Задание с изображением биологического объекта. Обратите внимание, задания сложные. Я привела более-менее распространенные, и теперь задание, еще одно задание, которое шагнуло у нас в новые теперь измерители, соответственно, это задание с использованием геохронологической таблицы. И опять, алгоритм выполнения этих заданий очень важен. Внимательно читаем условия и обязательно выделяем путем нумерации, вот в этом задании очень важно, путем нумерации всех вопросов, которые ставятся в задаче. Значит, к какому подцарству, это первый вопрос, к какому типу, второй вопрос, относят животные, изображенные на рисунке. Итак, в первом вопросе, по сути дела, два вопроса звучит. Дальше. Что обозначено буквами А? Третий вопрос. Б? Четвертый вопрос. И в чем состоит роль этих структур в жизни животного? Пятый вопрос. В этом задании пять вопросов, но на эти пять вопросов мы можем вот тремя элементами ответа, ответ представить. Почему тремя элементами? Потому что здесь, в данном случае, ответы группируются. Итак, подцарство простейшие, соответственно, одноклеточный тип сарко-жгутиковые, амеба, ответили на первый вопрос, но на два подвопроса в нем обязательно, да? Теперь, органоиды обозначены буквами А и Б, это второй элемент ответа, и, соответственно, третий элемент ответа, это описаны функции обоих органоидов, обоих органоидов. Если одного написали, второго нет, соответственно, целый балл за ответ снижается. Если в ответе неверно определен, внимание, в этом задании очень важным нюансом при оценивании является следующее. Дети должны это обязательно знать. Если в ответе вот все три элемента присутствуют, но в первом элементе объект мы назвали неправильным, вот не опознали мы сарко-жгутиковые, не опознали, что это простейшее. Все, весь ответ летит, сваливается до нуля. То есть он не засчитывается, и это указано в критериях, которыми руководствуются эксперты. Во втором задании здесь по рисунку таким объектом являются моллюски. И вот если мы и эру прописали, и период соответственно, и даже объяснили очень сложно, объяснили, дали ответ на очень сложный вопрос, какое значение имеют камеры внутри раковины этого объекта, вот, а объект назвали неправильно, то, к сожалению, все элементы ответа, они будут аннулированы. На это обращаем внимание. Поэтому обязательно внимательно читаем, нумеруем вопросы, внимательно очень смотрим рисунки, опознаем объекты, их характерные признаки, ну и дальше, соответственно, вот применяем размышления и второе задание тому пример. Анализ биологической информации это анализ текста, исправление в нем ошибок. Уже, казалось бы, задание очень многие годы присутствует в ЕГЭ, но в нем допускается очень много ошибок, как правило, особенно сейчас, когда тексты усложняются, увеличивается количество предложений, из которых текст состоит, и предложения становятся сложными, сложно подчиненными и так далее. И очень часто в части предложения ошибка имеется, в другой части предложения ошибка отсутствует. И в этом случае мы должны обратить внимание на то, что кроме внимательного прочтения этого задания, а читать, опять-таки, надо сначала полностью задание обязательно, только потом искать предложения с ошибками. У нас ребята очень часто делают как? Не допускайте, дорогие ребята, такой ошибки. Значит, сразу пытаетесь, вот первый предложение прочитали, верное и неверное, второй, ой, неверное, как вам кажется, дальше читаем и так далее. Это ни в коем случае, иначе получится следующее явление. Вот можно наисправлять ошибки в предложениях, которые являются на самом деле верными, а вам показались они неверными. Но посмотрите, если раньше эксперты прощали такие оплошности ученику, то сегодня эталоны, они очень жесткие. Если в ответе исправлено четыре и более предложения наряду с тремя правильными исправлениями, то есть дополнительные исправления правильных суждений на неправильные приведены, то в этом случае за каждое неправильное предложение снимается балл. То есть вы все три предложения неправильных исправили, и вам еще одно захотелось исправить предложение. Вот уже не три балла, уже всего лишь только два и так далее. Поэтому не торопимся, читаем задание полностью, потом ищем, соответственно, внимательно ищем ошибки, в какой части предложения они сделаны. Вот ту часть предложения исправляем, остальную часть предложения переписываем без изменений. Вот сегодня это очень важно. Первый пункт оценивания, да, нельзя, значит, следует учесть, что мы не должны приводить отрицательное суждение, может, не может, является, не является, или очень кратко исправлять. Вот посмотрите, пожалуйста, надпочечники относятся в первом предложении ошибка лишь только в одно понятие там является лишним, лишним, понимаете, и поэтому мы не просто исключаем это понятие из предложения и переписываем его без него, а нам же надо показать, почему надпочечники в этом предложении не должны фигурировать. Вот в этом суть ответа, в этом нюансе надпочечники относятся к эндокринной системе, а не к выделительной. Так можно исправить данное предложение. Либо надпочечники являются лишними в предложениях, так как они относятся к эндокринной системе, а не к выделительной. А вот если, предположим, мы просто удалим это понятие из предложения и перепишем его, это будет как бы ответ с отрицанием. То есть мы отрицаем наличие надпочечника в этом предложении, а причину отрицания не указываем. Поэтому балл за такое предложение начислен не будет, за такое исправление. Очень будьте внимательны, дорогие ребят и уважаемые коллеги, кто нас сегодня смотрит. Когда вы учите выполнять такие задания, пожалуйста, на это обращайте внимание. Ну и опять, если какие-то есть проблемы с воспроизведением материала, ныряем в учебник. В учебниках, кстати, у Владислава Ивановича очень красивый живописный рисунок, приводится в образование первичной и вторичной мочи. Задания представлены в контекстной форме. Это задания 24-е, 25-е, 26-е, которые может быть на любую тему, человек, многообразие, эволюция, экология и так далее. Сложность в чем? Эти задания требуют свободного ответа, аргументированного. И таких аргументаций очень часто требуют привести не менее четырех, не менее пяти, сейчас количество таких аргументов увеличивается. Соответственно, усложняется и оценивание. И, конечно же, если оценивание усложняется, то и требования к этому оцениванию должны быть при выполнении заданий учтены. Вот посмотрите, объясните, какие общие черты организации млекопитающих и птиц способствовали тому, что они завоевали наземно-воздушную среду. Приведите не менее трех признаков. Итак, в эталоне ответа четыре. Три из этих четырех соответственно ученик может привести. Но обратите внимание, очень часто что у нас ребята делают, вот я сейчас к ученикам обращаюсь, да, скажем, приводят, предположим, полное разделение артериальной и венозной крови, высокий уровень обмена веществ, номер два, номер три ставят теплокровность, номер четыре совершенная дыхательная система и так далее. Вот обратите внимание, то есть теплокровность от высокого уровня обмена веществ отделяют и ставят как самостоятельный элемент ответа. в этом случае однозначно с критерием совпадения не будет. Почему? Потому что здесь очень важно признаки, которые рядоположены, которые лежат как бы в одном смысловом поле, да, характеризуют одну какую-то категорию строения, жизнедеятельности живого организма, они должны быть представлены вместе, комплексно, и это очень важно. Посмотрите, полное разделение артериальной венозной крови. Можно было сюда добавить четырехкамерное сердце, и эти два признака, они соответствуют строению кровеносной системы. Это один блок, один элемент ответов. Дальше, теплокровность высокого уровня обмена веществ, это об одном о том же, то есть теплокровность является результатом интенсивного обмена веществ, высокого уровня обмена веществ. Разделять эти два ряда положенных понятия никак нельзя, они касаются характера обменных процессов. Да, они связаны со строением кровеносной системы, но строение кровеносной системы это один блок соответственно признаков, обмен обмен веществ это другой блок признаков. Дыхательная система, которая обеспечит организм кислородом, понятно, и можно здесь уточнять особенности строения дыхательной системы. Развитие переднего мозга и сложное поведение, посмотрите, они опять рядоположены здесь в одном блоке. Почему? Потому что сложное поведение это функция переднего мозга, коры больших полушарий, поэтому здесь обязательно только является приведение примеров сложного поведения, потому что если мы соответственно говорим о сложности поведения, то должны упомянуть хотя бы в чем оно заключается. Вот в таком формате ответ является правильным. Итак, смотрим внимательно критерии оценивания, перечисления признаков без их объяснений, доказательств не считаются полным ответом, за это снижаются баллы. И очень будьте внимательны, уважаемые коллеги, к структурированию этого ответа, помогите ребятам, и я сейчас учеников прошу, будьте внимательны к тому, чтобы структурировать ответы. учили уже на предыдущих вас занятиях, как основываясь на характеристике, вот такую структурную характеристику представлять. Следующее задание, это задачи, соответственно, задание линии 27, линии 28, задачи поцетологии. Мы не стали все задачи поцетологии приводить в качестве примера, остановились только на тех, где очень много нюансов оценивания, связанных с выполнением, с логарифмом выполнения этого задания. Тем более, что сейчас они усложнились, такой дополнительной информации, как указание, соответственно, начала и конца синтеза цепей нуклеиновых кислот 5 и 3 штрих концов. Специально подобрали вам сегодня задачу такую, которая иллюстрирует, насколько важно при ее решении выполнять условия, которые потом при оценивании экспертами учитываются. Итак, посмотрите, пожалуйста, ДНК, РНК пишем, да, можно сплошной записью, но мы можем разделять тире между нуклеотидами или триплетами, но ни в коем случае запятыми, и за это снижаются баллы. Ошибкой считается запись антикодонов разных молекул транспортных РНК через тире. Вот в этой задаче, обратите внимание, говорится о том, что ТРНК заходили в определенной последовательности с своими антикодонами в рибосому и в условии запятыми они отделены друг от друга, значит, и это очень важно, потому что речь идет о нескольких молекулах транспортных РНК. Когда надо в других задачах эти ТРНК обнаружить, ни в коем случае между антикодонами ТРНК запятую мы не ставим сплошной линии ТРНК у нас прописывается только тогда, когда мы ее показываем как транскрибируемую на соответственно молекуле ДНК. Теперь при записи фрагмента молекулы полипептида аминокислоты могут быть соединены между собой тире или написаны вообще без разделительных знаков, например, с промежутками, но ни в коем случае не отделяем аминокислоты запятыми. Запятая показывает, не показывает наличие связи между аминокислотами. Здесь в эталоне ответа показан образец записи. Ну и наконец, отсутствие пояснений к таким задачам, если это требуется в задании, не дает возможности выставлять наивысшие баллы, мы должны к этому прислушаться. В эталоне этого ответа, уважаемые коллеги, дорогие ребята, красным цветом я выделила то, что в эталоне вы не увидите. Это просто некоторое напоминание о том, почему тот или иной шаг здесь в эталоне прописан. Здесь надо помнить, что ТРНК заходит или в условии задачи дается по умолчанию в направлении 3-5-3, что информационная РНК транслируется тоже в направлении 5-3-3, и поэтому перед тем, как мы информационную РНК пропишем, мы должны все антикодоны ТРНК перевернуть, потому что антикодоны ТРНК и кодоны РНК являются антипараллельными по отношению друг к другу. Ну и когда записываем соответственно цепь молекул ДНК матричную и смысловую, помним, здесь в эталоне в принципе разницы нет, как вы запишите матричную сначала или смысловую, но мы всегда просим, что сначала все-таки лучше записать смысловую цепь, а потом уже матричную. Это общепринятая запись. И, наконец, последнее задание, на оценивание которого надо обратить внимание, это задание, которое связано, это задание с задачей по генетике. У нас был отдельный уже вебинар, отдельное занятие, посвященное решению задач по генетике. мы говорили, как нужно анализировать условия генетических задач. Правило, опять-таки, повторю, это внимательное прочтение условия, это внимательный анализ условия с выделением всех позиций, соответственно, которые необходимы для решения задачи. Это обязательно вспомнить надо все генетические понятия, которые фигурируют в этом задании. Это обязательно надо сделать краткую запись условия задачи. С помощью этого краткого условия задачи выйти на соответственно генотипы и фенотипы родительских особей только потом соответственно не только генотипы, но еще на тип наследования признаков и только потом соответственно прописывать схему решения задачи. И теперь обращаем ваше внимание на то, что если даже вы все эти правила последовательности выполнения этого задания применяете, обратите внимание, что при оценивании учитывается, что схема решения задачи в работе соответствует схеме в эталоне. Обязательно должны быть все генетические символы использованы должны быть подписаны фенотипы родителей, гибридов первого, второго поколения, фенотипических групп, если они есть во втором поколении или в первом они уже появляются, обязательно должны быть прописаны фенотипы, их численное выражение или соответственно часть от целого или в данном случае по условию задачи количество этой группы фенотипической и так далее. Можно вводить свою генетическую символику, но дорогие ребята, мы очень просим вас, если в задаче дается обозначение генов в буквенном выражении, пожалуйста, заимствуйте это обозначение, не придумывайте буквенные обозначения сами. Но аж если обозначений таких нет, как в данной задаче, то, конечно, нужно ввести собственное обозначение. В ответе при отсутствии объяснения результата вскрещивания высший балл не присваивается, даже если задача решена верно. Вот требуется объяснить, почему получилось четыре фенотипические группы, если мы все решили правильно, и даже по задаче эксперты видим, что поняли вы, дорогие ребята, что это сцепленное наследование здесь фигурирует, и правильно генотипы прописали, и гаметы, и решеточку пенета построили, но не написали, почему четыре фенотипические группы сформировались, значит, к сожалению, на полный балл вы претендовать не можете. В задачах на сцепленное наследование, а это задача на сцепленное наследование, мы вам его показываем, в ответе должно быть обязательно объяснение, какие гены сцеплены и в каком случае нарушается сцепление генов. И соответственно, что если ответ имеет правильную схему скрещивания неверное объяснение сцепления генов, больше одного балла за такой ответ соответственно не выставляется. Больше одного балла, посмотрите, только один балл за задачу. Это очень обидно, если мы не учитываем такого требования при оценивании данного задания. Если в схеме скрещивания генотипа показано через сцепление генов в хромосоме, как это показано в эталоне в данном случае, то в этом случае ответ считается правильным и засчитывается. Вот такие нюансы оценивания применяют эксперты и дорогие ребята и уважаемые коллеги, вы об этом должны тоже обязательно знать. Теперь в заключение должна сказать следующее. На сайте Федерального Института педагогических измерений, на официальном сайте, где демоверсии ЕГЭ представлены, кроме документов этих, есть еще документы для экспертов, для председателей предметных комиссий и экспертов, которые работают в составе предметных комиссий. Дорогие наши ученики, кто сегодня посетил наше занятие, эти документы не только для учителей, они и для вас. Вы обязательно должны ознакомиться с этими нормативными документами, ведь вы же должны знать обязательно, по каким правилам оценивают выполненные вами задания. И если вы эти правила не соблюдаете, то у вас есть очень большая вероятность при хорошем знании предмета допустить ошибки, которые будут очень досадными, очень обидными и неожиданными для вас. как можно меньше неожиданностей мы должны сегодня иметь при подготовке к единому государственному экзамену. Информирован, значит, вооружен. Мы сегодня дали вам, я надеюсь, очень важную информацию для того, чтобы вы могли успешно справиться с заданиями разного вида и разной степени сложности во время экзамена. Ну что ж, еще раз скажу, что издательство Просвещение всегда с вами, оно желает вам успехов и ребята вам, и уважаемые коллеги вам тоже, учителя, и для учеников, и родителей, и для учителей. У нас очень много сервисов на официальном сайте, и эти сервисы мы представили в завершении нашей презентации. Мы рады, что вы с нами, мы рады быть с вами, мы желаем здоровья, успехов и до новых встреч. А я сейчас очень быстро просмотрю вопросы. Ну, тут речь шла о том, что нет интерактивных каких-то тетрадей в свободном доступе. Ну, интерактивных тетрадей, пока из интерактивных я вам предложить могу только базу данных Федерального Института педагогических измерений. Это самый такой вот, как сказать, самый официальный и не имеющий ошибок в формулировке и ответах заданий сайт, который нужно, можно и нужно использовать для тренировки в выполнении заданий. Но есть еще один вопрос. Отрабатывая задания с использованием геохронологической таблицы, столкнулась с тем, что информация в ней очень плохо сформулирована и во всех заданиях даны разные таблицы. Считаю, это задание не совсем корректным, будут ли исправлены эти задания, как эксперта вас прошу ответить. Ну, я эксперт, конечно же, но не разработчик контрольно-измерительных материалов, мы лишь только можем вот обратить внимание разработчиков на это замечание, которое вы сегодня прислали, вот я его сейчас скопирую, и я думаю, что мы так и поступим, Елена Викторовна, обязательно, ну и отклик, надеюсь, найдем у разработчиков по вашему вопросу. Мы сами исправление вносить, к сожалению, в контроль измерительных материалов не можем, а может, к счастью. так, ну и еще есть какие-то вопросы, я не вижу у коллеги больше вопросов, презентацию скачивайте, и если есть какой-то запрос на дополнительные материалы, пожалуйста, быстро отец.